Повестка очередного заседания регионального правительства содержала два десятка вопросов, основным из которых значилось рассмотрение территориальной программы государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Тверской области в 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. Поэтапное увеличение финансирования программы позволит увеличить вложение в нее в 2019 году на 6%, а к 2021 году на все 19. В натуральном выражении в следующем году на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Верхневолжья будет направлено почти 20 миллиардов рублей. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина разработаны национальные проекты, в том числе, как вы знаете, два проекта «Демография» и «Здравоохранение». В этих национальных проектах поставлены четкие задачи, на решение которых в первую очередь должна быть нацелена работа системы регионального здравоохранения. Это увеличение продолжительности жизни наших граждан, снижение смертности от основных заболеваний, как это сердечно-сосудистые заболевания, кардиология и онкологические заболевания. Планируется, что увеличение финансирования охватит все виды медицинской помощи. Так, без малого 6 миллиардов рублей будет направлено на развитие амбулаторно-поликлинического звена. Средства пойдут на создание сети межрайонных амбулаторных кардиоцентров, центров амбулаторно-онкологической помощи, открытие амбулаторных кабинетов палеотивной помощи, укрепление материально-технической базы детских поликлиник и, что очень важно, на диспансеризацию населения. Именно диспансеризация обеспечивает профилактику заболеваний, а профилактика, как известно, является краеугольным камнем медицины. Несмотря на то, что мы приобретаем технику, смотрим отчетность, но мы понимаем, что сегодня очень важно, чтобы вот этот механизм диспансеризации заработал в полную силу. Надо просто добавить такого очень ответственного отношения к этой процедуре. Еще одно направление – оказание стационарной помощи. Здесь предусмотрено финансирование на уровне более 10 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на повышение доступности и качество онкологической помощи, обеспечение долечивания граждан в санаторно-курортных учреждениях, а также на организацию более эффективной работы сети первичных сосудистых центров. Кроме того, планируется переоснащение действующего регионального сосудистого центра. Но и это еще не все. Мы планируем в 2019 году создание второго сердечно-сосудистого центра по лечению кардиологических заболеваний. Мы смотрели и численность населения, и логистическую доступность, и понимаем, что одного центра в городе Твери нам недостаточно. Окончательное решение о том, где именно будет располагаться новый сосудистый центр, пока не принято. Но одним из условий его дислоцирования станет возможность обслуживания территорий с максимально большой численностью населения. Также в числе приоритетных задач, которые планируется решить в рамках программы, преодоление кадрового дефицита, повышение информатизации здравоохранения, развитие службы скорой помощи, палеотивной медицины и системы обеспечения жителей лекарственными препаратами. Отдельная статья – материальная мотивация выездных бригад скорой медицинской помощи. И здесь, по предложению экспертов, будет разработана специальная система, чтобы избежать уравниловки. Причем на первый план выйдет вопрос дисциплины. Надо обязательно учесть исполнение регламентов сотрудниками скорой медицинской помощи, особенно в таких серьезных мероприятиях, как оказание помощи кардиологическим больным, сердечно-сосудистым и оказание помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Также, по предложениям экспертов, программу включили пункт о развитии телемедицины. В числе прочих вопросов рассмотрены в ходе заседания. Одним из самых важных стало решение правительства о распределении субсидий из областного бюджета муниципалитетом на приобретение и установку плоскостного спортивного оборудования. По мнению губернатора Верхневолжья, это откроет новые возможности для развития спорта на территории районов области. Мы понимаем прекрасно, что сегодня люди, которые проживают в сельской местности либо в районных центрах, должны иметь такое же качество и доступность по занятию спортом, как, собственно, имеют жители Твери. Уже невозможно просто отделаться какой-то коробкой дворовой или какой-то площадкой, которая традиционно использовалась для игры в футбол. Сейчас должно уже быть все цивилизовано, с освещением, с покрытием, с ограждениями, с возможностью заниматься уже спортом в современном режиме.